Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас на канале Портбокс. В этом видео вы увидите результаты аж целых пяти экспериментов насчет промывки системы охлаждения двигателя. Первое. Почему нельзя промывать систему охлаждения водой и даже дистиллированной водой? Эксперимент номер два. Они лучше ли промывать систему такими средствами как трилон-Б, адипиновая кислота, сульфаминовая кислота. В общем то, что насоветовали профессионалы в комментариях. Эксперимент номер три. Ортофосфорная кислота вызывает бурную реакцию и есть опасения, что она может нормально так пожрать металл. Но есть ингибиторы, которые замедляют этот процесс. Например, уротропин. Он же сухое горючее, сухой спирт. Вот посмотрим, что будет, если добавить его. Четвертый эксперимент. Это, а что будет, если после того, как вы промыли систему охлаждения какими-то кислотами, лимонными или ортофосфорными, вы туда сразу зальете антифриз. Приготовите новенький и зальете. Так делать я бы не советовал. И напоследок, пятый эксперимент. Мы возьмем щелочную промывку от Винса и посмотрим, как она способна отмывать ржавчину. Потому что этот момент мы упустили в прошлом эксперименте. Это видео должно подвести итог наших экспериментов с промывками системы охлаждения. Поехали смотреть. Итак, первый эксперимент. Обычная вода и дистиллированная вода. Исходные данные у нас такие. Вы промыли систему охлаждения, например, лимонной кислотой. И, например, эта лимонная кислота очистила вам всю систему аж до блеска. И, как пишут некоторые комментаторы, я заливаю дистиллированную воду, а некоторые заливают просто чистую воду. И катаются день-два, для того, чтобы эта вода окончательно все вымыла. И после этого заливают антифриз. Как показывает эксперимент, так делать я бы не советовал. Давайте смотреть. Я подготовил очищенные металлические пластинки, те, которые нормально ржавеют, но они абсолютно чистые, никаких следов ржавчины. В правом стакане у нас вода из-под крана, в левом стакане дистиллированная вода. Положим туда наши пластинки и оставим все это дело кипятиться часов этак 5. Как будто у нас двигатель работает полдня. Не день, а полдня всего лишь. И у нас не блок цилиндров, а всего лишь небольшие две пластиночки. И давайте посмотрим, что произойдет. Ну, как видно, появилась ржавчина. В изначально чистых пластинках вода окрасилась в желтый свет, появились следы ржавчины. Но не на это я бы хотел обратить ваше внимание, а обратите ваше внимание на осадок. Вода, которая из-под крана. Вот вы видите, осадка больше. Вот он. Но даже дистиллированная вода, и то в ней появился осадок. За очень непродолжительное время посмотрите этот осадок. Угадайте, куда он пойдет. Он пойдет в печку. Если дать этим стаканам отстояться, осадка будет больше. Теперь давайте посмотрим на сами металлические пластины. То есть у нас тут все предпосылки к последующей коррозии налицо. Вот это с черными разводами, это пластинки, которые были в дистиллированной воде. А вот с черными точками, это пластинки, которые были в воде из-под крана. И черные точки, ребята, это не что иное, как питинговая коррозия. Если оставить эти пластинки на воздухе, там появятся глубокие следы ржавчины. Вот так вот, абсолютно на ровном месте, используя абсолютно дистиллированную воду и очищенный от ржавчины металл, в конце таких поездок, особенно если вы поездите день или два, или три, вы получите ржавчину. Потом, когда вы оставите машину остывать для того, чтобы слить воду и залить антифриз, эта ржавчина осядет, из радиатора у вас вылится более-менее чистая вода, а весь этот осадок останется в системе. И со временем он будет оседать в самых тонких местах, а это что у нас? Радиатор печки. Вы видели, насколько тонкие соты в современных алюминиевых радиаторах печки. Если уже вы решили промыть свою систему водой, дистиллированной водой, или водой из-под крана, которую я бы совсем не советовал бы применять, допустим, дистиллированной водой, я вам советую обязательно смешать эту промывочную воду с антифризом. С тем, который вы дальше будете заливать, не обязательно делать концентрацию один к одному. Возьмите концентрацию, например, одна часть антифриза на три части воды для экономии, но так, чтобы это не была чистая дистиллированная вода. А мы с вами двигаемся дальше. Нетрадиционные кислоты. Встречайте наши подопытные. Первое это трилон-Б. Вот стаканчик, в который будет засыпан этот самый трилон-Б. Динатриевая соль, этилен, диамин, тетрауксусной кислоты. Два с половиной грамма на сто миллилитров воды. Следующая кислота адипиновая. Тоже ее рекомендовали как для очистки, но заметьте, насколько плохо она растворяется в воде. Сульфаминовая кислота. Антикалк был куплен на средство, основной состав которого сульфаминовая кислота. Поэтому я его и купил. Тоже два с половиной грамма. Ну и лимонная кислота. Куда же без нее? Поскольку большинство людей промывают свои системы в гаражах у себя сами именно лимонной кислотой. Будем и сравнивать, насколько эффективнее все эти трилоны, адипинки и сульфаминки. Насколько неэффективнее, чем обычная лимонная кислота. Каждого вещества я насыпал по два с половиной грамма. Вот кстати, как адипиновая кислота не хочет растворяться. Грел-грел. И пока не нагрел как следует, вот такой у нас снег. Подопытный у нас будет ржавый кусок железа и печка. Кусок печки, который вы уже видели. Вот этот весь комплект опустим в наши слабые кислоты. Адипинка. Все не хочет растворяться, но уже, короче, растворилась она все-таки. Погружаем наши кусочки металла в стаканы. Накрываем фольгой, чтобы не сильно испарялось. И запускаем часа на два. Ржавые железячки у нас будут имитировать внутреннюю поверхность блока цилиндров, чугунную. Ну а радиатор печки будет имитировать радиатор печки. Поехали. Ух, лимонная кислота. Сначала в желтый цвет окрасилась, потом посветлела. Время проходит быстро, долго вас мучить не буду. Пора смотреть результат. Начнем с трилона. Что хорошего в этом трилоне было обещано, так это то, что по своей сущности, это динатриевая соль, она переводит нерастворимые соли в растворимые. А поскольку все, что мы пытаемся очистить, оно является трудно растворимыми солями, то как раз трилон B это то, что доктор прописал. Итак, наш трилончик. Смотрим на ржавую железячку. Так, тут блестят лампы. Радиатор печки что-то пока не внушает доверия. Ладно, ребята, расстелим все на бумажечку и посмотрим при хорошем свете. Вот так выглядит наш испытуемый ржавый кусок железа, он же поверхность блока внутри. Трилон B. Растворял он эти трудно растворимые соли. Ну, что-то там немножко растворил, но хотелось бы лучше. А то, что касается радиатора печки, я бы сказал, что не зачет. Может быть два часа ему мало, но хотелось бы видеть результат получше. Адипиновая кислота. Ну, ребята, ржавчина была и ржавчина осталась. Те, кто советовал адипиновую кислоту, вот смотрите внимательно, что получилось. Радиатор печки адипиновая кислота. Как и было, как и есть. Учитывая, что она туго плохо растворяется, не знаю, зачем ее вообще использовать. Сульфаминовая кислота. Немножко поела железо. Вот мы видим. Ну, не так, чтобы ах. Радиатор печки. Вот здесь очищено хорошо. Казалось бы, зачет. Но здесь, понимаете, одна половина очищена, а вторая половина нет. Вот как это понимать? Зачет или не зачет? 50 на 50. Лимонная кислота. Самая дешевая, самая доступная. Нормально поел ржавчину. Я бы сказал, нормальный результат для такого тяжелого случая. Радиатор печки. Блестит, как сами знаете, что у кого. Вот так должна выглядеть очистка. Результат очистки. Беленький радиатор. Все хорошо. Алюминий несъеденный. Короче, лимонная кислота в этом тесте победила. Теперь давайте посмотрим, сколько осадка. Каждая из них оставила в стакане. Потому что это тоже важно. Трилон Б. Осадка почти не оставил. И если учесть, что он что-то там еще и почистил, то это плюс. Адипиновая кислота. Горы мусора. Хотели почистить печку, в итоге забьем ее еще больше. Сульфаминовая кислота. Ну вот, на дне лежит. Это же надо куда-то девать. Лимонная кислота. Есть небольшой осадочек. Но если учесть, сколько она всего очистила. Если добавить к лимонной кислоте трилона Б. Может быть взаимно. Они там что-то и повлияют. То есть, если вы будете проводить сами какие-то эксперименты. Могу вам посоветовать смешать трилон Б и лимонную кислоту в пропорции, ну например, 2 грамма того, 2 грамма того на 100 грамм воды. Но не заливайте в машину, не проведя предварительный эксперимент. А мы едем дальше. А как же лидер наших предыдущих тестов ортофосфорная кислота? Та, которая, я говорил, что она моя любимая. Она хорошо отмывала радиатор печки. Раз. Когда-то, когда мы тем ржавчиной занимались, и ржавчину она поедала. И в промывке кронойл для системы охлаждения тоже используется ортофосфорная кислота. Я решил взять по одному кубику ортофосфорной кислоты на 100 грамм дистиллированной воды. Во втором стакане мы будем добавлять ингибитор коррозии. И задача этого ингибитора, по моему плану, уменьшить поедание кислотой металла. Я себе так представляю, что когда мы это все нагреем, будут активно выделяться пузырьки. А когда мы добавим уротропин из сухого горючего, количество пузырьков уменьшится. Вот это я все ожидаю. Промывку кронойла, как вот набрали 5 миллилитров, вот 5 миллилитров на 100 миллилитров воды. Те же самые железки, ржавчина и печка. И все это мы ставим на час, потом будет добавлен уротропин. Самая бурная реакция началась в кронойле. Ну, понятно, потому что там 5 миллилитров этой ортофосфорной кислоты. Правда, я не знаю, какая концентрация. А во всех остальных стаканчиках по одному миллилитру. И еще я думаю, что печка греет не совсем равномерно во всех местах. Ну вот, я выключил нагрев. Как бы все нагрелось, реакция пошла. Бурная реакция у кронойла. Добавляем уротропин. Два кубика. Я специально размешал заранее в кронойл. В правый стакан и в левый стакан. И какие-то сразу появились хлопья. На что похожие, даже не буду вам говорить. Пришлось взбалтывать, потому что эти хлопья как-то не хотели растворяться сами. В итоге получили мутную воду, в которой не видно, есть пузырьки или нет. Дальше я решил, что по одному кубику ортофосерной кислоты это мало. И добавил еще по одному. И дело пошло веселее. Вот посмотрите, там где уротропин в среднем стакане, там как будто выпал снег. Причем такое же количество уротропина в кронойле ни к какому снегу не привело. В общем, ребята, химия это не такая простая штука, я вам скажу. И вот люди многие говорят, пишут в комментариях, я не теоретик, я практик. Вот смотрите, мы сейчас с вами все практики. То есть мы все делаем руками, но мы не теоретики. И поэтому мы абсолютно не понимаем, что же тут происходит. Откроем наши стаканчики и посмотрим, что там получилось. Начнем с кронойла. Синег, да, в ортофосфорной кислоте. Выложил я все эти пробы на бумагу. И давайте-ка посмотрим. Кронойл с ржавчиной какая-то залипуха. Ржавчина как была, так и осталась. Дешевая лимонная кислота, еще разок посмотрим, справилась более-менее. Кронойл почему-то не справился. Просто ортофосфорная кислота в количестве 2 мл на 100 мл воды справились точно так же, как и кронойл. Не лучше, я бы даже сказал хуже. Радиатор печки. Блестит, отмыл его хорошо, кронойл. И лимонная кислота его тоже отмыла хорошо. Заметьте. Кстати, ортофосфорная кислота 2 мл на 100 мл тоже что-то там отмыла. Ортофосфорная кислота плюс ингибитор. Такое чувство, что ржавчину отмыло получше. Но облом получился на радиаторе печки. Ингибитор настолько уменьшил реакцию, что печка не отмылась. Выводы у меня, ребята, неоднозначные. Стоит ли добавлять ингибитор в ортофосфорную кислоту? Как бы большой вопрос. Если раньше для меня ортофосфорная кислота это было средство для промывки, ну в голове у меня на первом месте, то сейчас лимонная кислота, я бы сказал, его подвинула. Как вариант, какая-то смесь трилон-Б, лимонная кислота как органическая кислота, и ортофосфорная кислота как неорганическая кислота, может быть такая промывочная смесь для каких-то запущенных случаев работала бы. А если и добавлять какой-нибудь ингибитор типа уротропина, то вполне возможно, что в меньших концентрациях. Вот такая вот история. А у нас, ребята, еще один очень важный вопрос. Нужно ли промывать систему охлаждения после промывки? То есть после того, как вы использовали какие-то кислотные промывки, или промывку от кроноила вы туда заливали, или вы туда залили какую-нибудь лимонную кислоту, лимонной кислотой промывали, уксусной кислотой, соляной кислотой, любыми кислотами. Вот вы промыли, как вы пишете, вылилась куча грязи, вот эта куча грязи вылилась, дальше уже пошла эта чистая лимонная кислота, как бы грязи уже нет. И вопрос, или ее промывать чем-то, например, дистиллированной водой, как вы видели в начале, да? Нельзя. Получается, может лучше вообще не промывать и сразу залить туда готовый антифриз? Вот это мы сейчас давайте и проверим. Я взял антифриз G11 и G12+. G11 голубой, G12+, розовый. Положил туда железяки, как бы не совсем ржавые, а те, которые прошли наши первые испытания. Но водой я их не промывал. На них есть какие-то там следы кислоты. Вот все как будто в двигателе. И оставил на часик кипятиться. Смотрим, что происходит с самим антифризом. Ну, во-первых, он поменял цвет. Это видно невооруженным глазом. На антифризе G11 на стакане появилось какие-то отложения. Вот посмотрите, как изменился цвет. Вместо розового он стал каким-то оранжевым, а вместо голубого он стал зеленоватым. Осадок. Появился осадок. И его довольно много. Это G12+. И в G11 тоже есть осадок. Тоже есть осадок, который пойдет в печку. Конечно, хотелось бы видеть вот такой голубой антифриз. Антифриз или розовый, в зависимости какой в вашей машине. Но вместо этого мы получаем оранжевый и зеленый. И это, заметьте, друзья, у нас система промыта. Мы считаем, что мы ее промыли какими-то промывками, например, кронойлом. Но если мы зальем без промывки, скорее всего, мы получим именно такой результат. А он нам не нужен. После первого эксперимента я вам говорил, что не надо промывать просто дистиллированной водой. Добавьте туда антифриза 1 к 3, 1 к 4 и промойте смесью водой и антифриза. Но у меня есть идея получше. У меня есть идея вместо антифриза использовать промывку от Винс. Почему? Помните, в видео номер 2 я проверял pH каждой промывки. И вот у Винса был самый щелочной pH 12. Кронойл это кислотная промывка. Винс это щелочная промывка. Причем с достаточно большой степенью щелочности. Таким образом, если мы после наших кислот уже чистую систему промоем промывкой от Винса, то есть такая бутылка на весь объем, смешиваем с дистиллированной водой и заливаем в систему. И даем поработать, сколько там у Винса по инструкции. Эта щелочь, она, во-первых, может быть она что-то там еще промоет, но самое главное, что она нам нейтрализует остатки кислоты в системе и еще немножко вымоет грязь. У антифриза pH где-то в районе 8, и в нем еще есть запас по щелочи. Таким образом, когда новый свежий антифриз попадет в такую щелочную среду, немножечко, скажем так, щелочную, но не кислую, это будет ему только на пользу. Но автоматически возникла мысль, что если опять же я советую этим Винсом промыть систему, то может быть Винс и ржавчину хорошо почистит, потому что в наших предыдущих испытаниях мы проверяли Винс на тех отложениях, которые в печке, но не проверяли на ржавчине. Давайте восполним этот пробел. Вот там где три стакана, видите, сзади такой стакан за белым, это Винс. Я добавил, по-моему, 5 мл Винса на 100 мл дистиллированной воды, и вот смотрим на результат. Ржавчина, где была, там и осталась. Чудо, к сожалению, не произошло. Грязь на печке, где была, там и осталась. Я не думаю, что можно надеяться на то, что Винс очистит ваши отложения. Мне кажется, что с очисткой отложений лучше всего справится лимонная кислота в пропорции 2,5 грамма на 100 грамм, или же смесь в пропорциях, которых придумаете вы, лимонной кислоты, трилона-Б и ортофосфорной кислоты. Думаю, что это будет, наверное, лучшая смесь для промывки. И потом всю эту кислоту загасить щелочным Винсом, вот для этого Винс подойдет очень хорошо. Но не факт, что с таким же успехом, как Винс, нельзя использовать обычную пищевую соду. На этом я заканчиваю. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Думаю, что тему мы раскрыли нормально. Вашим машинкам бегать и не ломаться. Лично вам всего самого хорошего. Задавайте ваши вопросы в комментариях.